Без учителей не было бы врачей, инженеров, строителей и программистов. С первых дней в детском саду малышей сопровождает воспитатель. Потом он бережно передает детей школьному учителю. На протяжении всего жизненного пути человек движется с багажом знаний, которые наполнили преподаватели в школе и в УДИ. Эта профессия тяжела и важна, поэтому к ней всегда приковано много внимания. А учительский труд оценивают по достоинству. Сегодня у нас проходит торжественное мероприятие, ставшее же традиционным, в День учителя. Мы чествуем наших лучших учителей области. В этом году их у нас 32. На этом мероприятии мы будем вручать сертификаты о занесении их на аллею славы учителей Деньской области. Все учителя, все до одного у нас выдающиеся. Здесь мы просто определили всего лишь небольшое количество, которые просто могли выбрать из общего списка. Среди этих 32 учителей Юлия Хрупова. Педагог-логопед Маинского детского сада «Ромашка». Она всегда хотела заниматься с детьми, помогать решать их проблемы, давать знания и быть проводником во взрослый мир. Свой путь в педагогике Юлия Андреевна начинала как воспитатель, но потом поняла быть логопедом и ее призвание. Вопрос, за что любите профессию, Юлия Хрупова ответила такими словами. «Наверное, за детей, за их добрые глаза, улыбки, за их бескорыстие, за любовь, за то, что они умеют дружить. Наверное, за это». Юлия Хрупова совсем недавно вернулась конкурса «Воспитатель года России», где стала лауреатом и вошла в топ-15 лучших педагогов дошкольного образования страны. «Получила огромное удовлетворение от результата, от процесса, от общения с коллегами, от того опыта, который я смогла подчеркнуть и во время подготовки к конкурсу, и во время самого конкурса, потому что атмосфера там особая». Напомним, «Аллея Слава» была открыта в 2006 году. В нее занесены выдающиеся работники сферы образования, достигшие значительных успехов по итогам прошлого учебного года. Продолжение следует...